Русским надо бы знать свою историю, чтобы не попадать в сложные ситуации, когда встречаешься с нахрапом левачья, которая десятилетиями выучивала одни и те же фразы и теперь повторяет что-то из советских учебников, пропагандистские штампы, вроде «Декабристы разбудили Герцена» и всякую прочую чепуху, некоторые цитаты из работ Ленина, вот как последнюю, Путин ее применял и всякую прочую ерунду, которая свойственна советскому человеку, зашоренному, абсолютно необразованному, абсолютно непонимающему, в какой стране он живет, чьим наследием он пользуется, кому он должен быть благодарен, а кого он должен ненавидеть. Это люди законченные, они абсолютно не русские. Советский человек антирусский. Любой, кто выступает против Российской империи, кто оскверняет, оскорбляет память русских государей, это не Русь, или точнее Вырусь, как правильно, несколько десятилетий уже назад это слово появилось, Вырусь, выродки, те, кто могут иметь русских родителей, но сами, в сути, люди абсолютно не русские, пусть даже и говорящие на русском языке. Русскому надо знать свою историю, надо понимать, в какой стране он живет, что мы есть наследники Российской империи, а не СССР. СССР – это не Россия, это государство, которое называется так, Союз Советских Социалистических Республик. Родина так называться не может. А Россия – родина русских людей. Для нас, русских, Россия – родина. РФ нам тоже не родина. Российская Федерация – название политического режима, даже не государство. Для того, чтобы понимать Российскую империю, надо все-таки начинать читать хоть что-то, даже я бы сказал, не хоть что-то, а некоторые конкретные книги, которые я сейчас предложу, просто покажу. Не обязательно читать именно эти книги, может быть, нужно читать и другие книги, которые более доступны, может быть, ну, по крайней мере, вот есть какие-то вещи, связанные с историей нашего Отечества. Я покажу одну раритетную книгу, которую выпустил сам уже очень давно, это была середина 90-х, «Неизбежность империи». Это сборник статей, не моих, только там моих, по-моему, две статьи. А здесь многие из тех, кто и в дальнейшем был более или менее известен, например, от Игоря Артемов, которого сейчас многие по видео смотрят, но наши пути разошлись, или не так давно умерший социолог Леонтий Бызов, Владимир Ведыман, который тоже сейчас за рубежом живет, Сергей Волков, достаточно известный историк сегодня, Арсений Гулыга уже давно скончался, Владимир Леонидович Махнач тоже давно скончался, Сергей Пыхтин скончался, Петр Хомяков скончался, Андрей Хохлов ныне здравствует. Вот люди, которые написали тогда, это был 96-й год, в 1996 году мы выпустили вот такую книгу, которая отражает некие исторические подходы к России, к Российской империи, и отражает некий вектор русского интеллекта, который должен был двигаться в верном направлении и правильные книжки читать. Сейчас выходят шикарные книги, например, Александр Второй, вот такая здоровенная книжка с золотым тиснением, или Александр Великий про Александра Третьего, тоже вот такая шикарная книга, толстая такая, увесистые такие книги. Есть у меня также трехтомник «Святой царь-мученик Николай II и его время», вот такая книжка. Не скажу, что мне она очень понравилась по оформлению, потому что здесь слишком крупные шрифты, поэтому и трехтомник лучше было бы издать, и однотомник. Но здесь шикарные цветные фотографии, то есть расцвеченные черно-белые фотографии, которые, ну вот такие фотографии, которые современными технологиями стали цветными, прекрасные портреты вот такие. Вот, но чем это дальше закончилось и продолжилось, «Убийство Николая II». Вот толстенная книга «Царское дело» Соколов, и даже эта книга первая, исследование об убийстве государя-императора и царской семьи. Когда-то я выпустил, это был какой, 18-й год, вот такая книжка, «Русская монархия». Если будут заказы, я ее переиздам и смогу распространить. Достаточно компактная книжка, которая как раз отражает все детали вот этого переходного периода, в котором, как в капле воды, отражается весь океан русской истории. И, может быть, изучение именно этого момента переходного от величия Российской империи к краху, к геноцидному антирусскому режиму большевиков. Нас, собственно, не этот режим интересует, а как он становился на костях русских людей, истребляя так, как не истребляли, наверное, и татаро-монголы, ордынцы в своем нашествии. Это просто какой-то исключительный момент истории не только русской, но и всечеловеческой. Такое безжалостное истребление русских людей выродками, которые тоже вот те самые выродки, большевики, которые всплыли. Вот они жили, обычные крестьяне, простые люди, и вдруг им раздали револьверы и дали в голову несколько лозунгов. И они начали убивать, грабить, разорять Россию. Россия была страшно разорена. Вот могу порекомендовать книгу Альфреда Мерика «Красный мираж». Она уже довольно давно вышла, но остается актуальной. Я считаю, что книга совершенно замечательная. Елена Семенова издала в этом году трехтомник «Хроники антирусского века», который захватывает ее революцию, гражданскую войну в 30-е годы. Вот первый и второй том особенностей. Третий том до, почти до наших времен, до окончания века. Три тома. Эту книжку должен иметь каждый русский человек в своей библиотеке. Просто рекомендую. Это «Христоматия». То есть это собрание многих текстов, не только авторских, многих сведений. Вот третий том тоже недавно вышел. Также рекомендую к Дмитрию Крайневу Идольевичу «Большевизма» и «Освобождение или небытие». Ее можно найти в интернете, можно ее заказать в бумажном виде, можно ее в электронном виде найти. Автор достаточно дешево продает эту книгу в сравнении с теми затратами, которые пошли на это очень фундаментальное издание. Вот смотрите, какой толщины. Ну, моя скромная книга «Чума большевизма». Вот такая, не знаю, может быть, с этой стороны удобнее показывать. В ней как раз очень коротко обобщены те моменты, которые связаны с антирусским большевистским террором. Более фундаментальная книжка в издательстве «Книжный мир». Вы ее можете найти. «Грани русской революции». Русской в кавычках. Кто и как создавал советскую власть. На самом деле, советскую власть создавал, государство создано не было, оно до сих пор не создано. Мы живем при различных политических режимах, которые не обладают качествами государства. И они являются как большевистки, так и постбольшевистки, антирусскими, русофобскими. Во всех своих аспектах, кто бы сейчас чего не говорил, и какие бы, как бы там верхи не цитировали Ильина, и там перезахоронение, скажем, Капель или Деникина, какая разница? Ничего не меняется в русофобском характере нынешней власти, которая, к тому же, еще развязала новую гражданскую войну между великороссами и малороссами. То есть между братьями. Братоубийственная война, продолжается истребление русских людей, это те и другие по обе стороны фронта, являются русскими, и истребление русских людей идет со скоростью не меньше, чем тысячи, а теперь уже две тысячи человек, может быть, даже и больше в день, в день. И разорение русской земли, русского народа колоссальное. Это даже невозможно, если я сейчас назову цифру, вы же не поверите, что миллиард долларов в день тратится на войну, не считая тех разрушений, которые придется потом как-то каким-то образом компенсировать. Миллиард долларов в день. И обогащаются, чудовищно обогащаются те, кто всю эту войну спонсирует. Враги русского народа, скажем, там Сбербанк тут объявил о своих просто невероятных доходах, там 3 триллиона рублей, что-то в таком духе. Уворованная Шойгу и его командой тоже исчисляется невероятной цифрой. Оценка тут была опубликована, не знаю, насколько она близка к истине, может быть, даже занижена. Примерно тоже триллион рублей разворовали все эти шойговские генералы. Ну, они же и путинские, Путин их назначал. И хочу еще сказать, что об империи нам известно в истории. Все величайшие государства были империями. Великие культуры становились только в рамках имперского правления. Поэтому нам надо знать и понимать, чем была империя в прошлом. Вот моя книжка, которую вы можете у меня заказать, сейчас в этом году, изданная, посвященная римским императорам. Все очень коротко, конспективно. Никакой псевдонаучной или по-настоящему научной зауми, которая с трудом воспринимается. Это такая просветительская книга о Древнем Риме. История одного только периода, принципата в кратких биографиях, правдивых биографиях римских императоров, которые очищены от лжи, которая тянется за ними еще с тех античных времен. И с удовольствием повторялась не очень добросовестными или совсем лживыми историками, начиная со Средневековья, с раннего Средневековья и до наших дней. Повторяется клевета на империю, клевета на императоров. Ну и здесь наша россиянская местная левачьё клевещет на любых императоров. Все империи им отвратительные, все настоящие государства, по-настоящему великие государства, им омерзительные. Они готовы обниматься с китайской азиатчиной, с иранской азиатчиной, с какой угодно азиатчиной. Ну иранская еще так более-менее в культурном отношении может быть приемлемо. Ну и им сгодится все вообще там. Курды, турки, арабы, израильтяне, кто угодно, они готовы обниматься со всеми, потому что этот интернационал не знает и не понимает ценности русского, не знает и не понимает ценности именно русского государства, каковым и была Российская империя, на которую они тоже клевещут в духе своего интернационального вранья, объявляя, что все империи интернациональны. Нет, наоборот, все империи национальны. И русская империя была национальным государством русского народа. И хозяином был русский народ. Государи были русскими, культура русская, армия русская. Все было русским в русском национальном государстве, в Российской империи. А в СССР и теперь уже в Российской Федерации все принадлежит не русским или не является русским, принадлежит каким-то отдельным русофобствующим персонажам, Потому что владеть русским, то, что принадлежит русским, они не могут без русофобии, без ненависти к нам. И наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, знать, что мы хозяева этой земли, которые лишены своей собственности. Мы хозяева государства и лишены власти русофобами, которые сегодня сидят, неважно, в Кремле или в Киеве или в Минске. Это все русофобские, антирусские, постбольшевистские режимы, которые от большевиков заимствовали очень многое. Эти режимы для нас являются абсолютно чуждыми, мы ни в чем их не должны поддерживать. Мы должны чаять их уничтожение и замены на русское правление, которое объединит Россию, восстановит Россию как великое государство. А олигархов, естественно, в местах не столь отдаленные, многолетние допросы, публичные процессы. Вот это все будет началом национальной диктатуры, которая приведет нас, в конце концов, к русскому национальному государству. Национальная диктатура к национальному русскому государству. А затем, если Бог даст, если мы это заслужим, и к восстановлению Российской империи. Слава Руси! Господи спаси!